привет друзья как вы уже поняли сегодня я буду говорить об авариях на самом деле у меня есть свое мнение которое я бы с удовольствием выразил сидя в тепле у себя в студии но захотелось поступить по-другому и так мнение факты графики падения цены с возрастом сравнение с аналогичными конкурентами а также несколько практических советов именно это ждет вас в сегодняшнем видео тем кто хочет стать счастливым обладателем самой массовой немецкой яхты рекомендую смотреть очень внимательно бавария начиналась как маленькая яхтенная вверх в конце 70-х годов а сейчас это яхтенный гигант построивший свои заводы не только в европе но и в америке и даже успевший поглотить себя одного из лидеров по производству катамаранов а именно французскую верфь наутитек но сегодняшний выпуск все-таки о классических немецких монахулах и по всем канонам жанра немецкая уже звучит как что-то качественное и надежное но случае с баварией это почему-то не сработало мнение и отзывы всех кто хоть как-то сталкивался с их яхтами очень противоречивы бавария одна из тех яхтенных верфей которые создают историю современного яхтинга и наплевать бы на эту историю если просто хочется купить себе хорошую лодку но именно в истории и скрыты все подводные камни знали ли вы о том что в конце 90-х начале 2000-х качество производства немецких яхт упала настолько что по итогу руководство даже планировала полностью изменить название бренда читали ли отзывы хозяев о состоянии килей после посадки на мель задавались ли вопросом какие технологии применяются при производстве корпусов и что в производственном процессе изменилась в лучшую сторону а что решили так и оставить посчитав борьбу за качество нецелесообразной я решил пройтись именно по тем фактам мнением и нюансам которые не увидишь на официальных промо роликах иногда очень сложно разобрать что является лишь ничем неподкрепленным мнением а что действительно достойно пристального внимания бесспорно одно бавария следит за современными трендами а иногда и задает их бавария не скупится на дизайнеров маркетологов и рекламистов и именно благодаря этому всегда занимают лидирующие позиции среди массовых хотя и далеко не самых дешевых производителей но интересен же извечный вопрос брать или не брать смотрите внимательно и думайте начну с вышеупомянутого фейла практически уничтожившего в свое время славное имя бренда в немалой степени созданная пресловутым немецким качеством нет сейчас разговор не о келях о них вы узнаете немного позже а пока поговорим о качестве сборки в целом предлагаю одно из мнений с форума катера ru именно лодки конца 90-х начала 2000-х и создали бренду ту славу которую он до сих пор расхлебывает отработка конверного производства столярка которая не подогнана к корпусу а щели замазаны сикафлексом все кроме двигателя привинчено саморезами зачастую в голый пластик жуткого качества тик и нержавейка несмотря на это очень хорошие проекты как по скорости так и по комфорту вот еще одно мнение голландская пара очень жаловалась на недостаточную жесткость корпуса 31 баварии чартерная лодка двухтысячных годов постройки на волнении клинила двери и скрипела так что ой-ой-ой плюс говорили весьма неторопливо теперь мнение зарубежного форума главная проблема заключалась в том что пластина ахтерштага была прикручена через корпус причем некоторые из болтов не попадали в опорную пластину считаю это серьезной проблемой контроля качества кстати недавно я пришвартовал свой жено 45 и 2 рядом с более новым бавария 44 и заметил что все детали палубы на последнем кажется немного меньше по сути на лодке того же размера таких мнений множество на различных форумах да и обзорные статьи написанные сторонними специалистами явно свидетельствуют о наличии недопустимо большого количества брака в производстве в реальности я сталкивался с несколькими яхтами от баварии именно тех годов и могу сказать что после осмотра была однозначная рекомендация не связываться с этими лодками а поискать более качественные варианты это не значит что в эти годы не было их лодок хорошей кастомной сборки это лишь значит что при покупке лодки стоит быть очень внимательным и понимать что исправить наличествующие недочеты малыми силами не получится понятное дело что существует расхожее мнение что раз конструкторы что-то рассчитали значит все будет в порядке и обычно это правда если конечно сборка выполнена на уровне но к сожалению проверить качество сборки практически нереально и поэтому даже плюс один миллиметр в толщине пластика или нержавейки это дополнительно несколько лет отсутствие ремонтов а как раз в те годы в бавариях этого миллиметра не закладывали именно конструкционно еще качество производства очень сильно пострадало от перехода на автоматизированную конвейерную технологию сборки точнее не от самой технологии от ее настроек выявления и устранения недочетов а их как оказалось было на несколько лет вперед и поэтому существовали модели выбивающиеся из общего ряда например бавария 39 от j&j дизайн вот пара мнений с того же форума не подвергая сомнению добросовестность строителей и опыт коллег выскажу свое мнение сформированное по результатам похода на 39 баварии из балиарских островов на канарские понравилось все кроме формы корпуса а конкретно плоского днища отсюда непривычная после фолькбота амплитуда качки полеты в салоне и в каютах на волне еще одно мнение я достаточно много выходил на бавариях от 36 до 46 футов самая маленькая бавария на которой я ходил 36 2003 года выпуска хорошем шторме она дышала не больше чем какой-нибудь французский проект как ходоки мне старые баварии не очень нравится я не фанат и не противник баварий но впечатления от проектов после 2005 года очень неплохие я имею ввиду совокупные впечатления от ходовых качеств и интерьеров что касается качества сборки то на немецкие лодки в целом нареканий намного меньше чем на французов от себя могу сказать что 39 бавария выпускалась 2004 по 2007 год и была одной из лучших переходных моделей как по качеству так и по ходовым характеристикам как дешевая бывшая в употреблении лодка это один из лучших вариантов который можно брать практически закрытыми глазами конечно если вы не собираетесь в океан там глаза нужно открывать в любом случае кстати про плоское днище это современный мейнстрим и найти какую-то другую форму уже вряд ли получится если говорить о все тех же 2000-х то корпус у баварий в те времена был еще монолитным стеклопластиком хоть и максимально тонким если сравнивать с мелкосерийными верфями ни о какой эпоксидке речь тоже не идет только полиэфирные смолы ну или по-английски полиэстер-ресин и поэтому в целом такие корпуса подвержены осмосу и чем больше человеческий фактор при производстве тем больше шансов на всякие повреждения связанные с деламинацией стеклопластика но в любом случае если сравнивать корпус промышленной сборки с корпусом собранным на частной маленькой верфи то разница будет вакуумная формовка роботизированное напыление и 3d моделирование максимально исключают ошибки в общем серийник от баварии обычно лучше чем сделанная вручную лодка если конечно использовались те же материалы и технологии начиная с конца двухтысячных пошли эксперименты с сэндвич технологиями сначала это были панели жесткого или перфорированного пенопласта а потом со временем стали делать корпуса из сотоподобных материалов с обязательной двухсторонней ламинацией и там самым неприятным моментом было если вам попадется корпус на котором отрабатывали технологию например если взяли панель из незакрытых сот для примера вот одно из мнений чувствую себя дураком уже через пять лет использования по несколько месяцев в году корпус начал расслаиваться и никакие мастера не хотели брать в ремонт потому что к этим сотам что-то прилипает только если их залить полностью опять же невозможно точно узнать в какие годы и на каких моделях была использована та или иная технология это может определить только профессионал при осмотре но точно известно что в последние несколько лет все лодки делаются по технологии сэндвич с качественными закрытыми с двух сторон сотами ламинированные несколькими слоями полиэфирного стеклопластика сделанного по технологии вакуумного формования хотите вы того или нет но новую баварию с другим корпусом больше не найти поэтому про океанскую безопасность можно забыть бавария это все-таки чартерная лодка если брать дизайн то здесь уже несколько лет именно рынок они дизайнеры диктуют моду балластный фальшкиль вертикальный форштевень очень широкая корма откидная платформа плоское днище и раздвоенный руль именно так выглядит любая современная яхта которую купит большинство клиентов и если дизайнерское агентство с этим не согласно то меняют дизайнера не дизайн теперь про мебель в целом говорить в таком обзоре про плавность форм смысла нет собираетесь купить яхту смотрите фото и видео обзор из конкретной модели в разные годы были абсолютно разные подходы к ее изготовлению все диктовала мода были и круглые дизайны и угловатые но в любом случае незаметно подсунуть вам одну мебель вместо другой просто невозможно и если в двухтысячных были проблемы с тем что мебель была очень плохо собрана и каждый владелец был обречен бороться с перекосами всех дверей что в совокупности с монолитным не очень толстым корпусом делала бавари просто желеподобными то с приходом сэндвич технологии жесткость корпуса существенно увеличилась кстати вес корпуса при этом уменьшился правда уменьшилась и стойкость к точечным ударам и да то что корпус просвечивается это не дефект просто в качестве наполнителя используют соты они легче долговечнее и прочнее монолита ну или пенопластоподобных наполнителей но в ремонте они очень сложны если коротко то по отзывам последние корпуса можно охарактеризовать одним емким абзацом если эту лодку бог убережет от штормов гонщиков кругосветчиков и чартера то она послужит вам 10 лет но все эти годы вы будете бояться лишний раз чихнуть зато дизайнеры постарались на славу из однозначных плюсов бавария любит алюминиевый фальшборд точнее раньше любила и все яхты прошлых лет в отличие от тех же французов были им оборудованы начиная с 2018 года тенденция поменялась и сейчас фальшборд выформовывают из того же стеклопластика прямо в палубной матрице так дешевле и проще из вечных минусов весь стоячий такелаж выглядит тоньше чем у всех аналогичных лодок конкурентов грот чаще всего идет на закрутке в мачту бояться этого не стоит бавария отлично отработала технологию и при правильном использовании проблем однозначно не будет ну разве что вы паруса собираетесь шить самостоятельно удобство использования таких парусов прибрежном яхтинге невозможно не заметить а для жесткого яхтинга эти яхты и не предназначены стаксель стандартный на закрутке вот одно из мнений в интернете адепты падающих на голову парусов могут меня клеймить но за 15 лет использования баварии с ее закруткой в мачту ни одного закуса и регаты на таких парусах тоже часто выигрывают что что а парус у всех баварий на высшем уровне я имею ввиду и закрутку и пошив кстати я обещал про фальшки ли так как эта конструкция у баварий далеко не единое целое с корпусом однозначно есть проблемы расшатываются так как закреплены прямо стеклопластик усиленный закладными брусами и фанерой полноценного киль блочного паука уже давно не делают состояние зависит только от хозяина и если вы видите что за яхтой не ухаживали то будьте готовы к капитальному ремонту киля вероятность очень велика кстати в обратную сторону это не работает и хорошо ухоженная лодка совершенно не обязательно имеет беспроблемный киль любая посадка на мель или неправильное докование и со временем проблемы неизбежны однозначно без подъема из воды и тщательного осмотра баварию брать не рекомендуют и да есть лодки которые можно спокойно и в воде осмотреть но к бавариям это не относится еще одним недостатком практически всех баварий начиная с 2000-х годов является технология двойного дна днищу просто приклеивают так называемую внутреннюю днищевую секцию в общем то она и создает жесткость лодки и при переменных нагрузках возможно локальное отслоение этой днищевой секции от обшивки и это никак не проверить при покупке есть конечно один маркер если есть трещины на днище снаружи то это яркий сигнал о проблеме расслоения корпус в таком случае отремонтировать просто невозможно и если уж разговор зашел об осмотре то однозначно тех обслуживание сейл драйва не важно как часто это происходит чем чаще тем лучше это болезнь всех сейл драйвов то есть обязательная проверка на коррозию металла качество мембраны замена анода и проверка масла что поделать если баварии делают только сейл драйвами это упрощает производство и удорожает эксплуатацию двигатель у всех баварий volvo penta тоже нужно однозначно проверять и тестировать чем современнее двигатель тем хуже по отзывам и недолговечнее он в использовании но это вопрос не к баварии хотя почему бы и не с них спрашивать контракты то они заключают а выбора как говорится у клиентов нет конечно же вы ждете какой-то итог потому что слова словами а отталкиваться от чего-то нужно какая разница что думаю я или другой эксперт если есть рынок и он нам однозначно раскрывает всю картину давайте просто сравним одну массовую модель например cruiser 37 38 футов и вычислим общую динамику падения цены по годам и на каком-то срезе сделаем сравнительный анализ с аналогичными по размеру конкурентами и конечно же посмотрим процент интереса людей по просмотрам добавлением в избранное и длительности нахождения лодок на продаже самый поверхностный анализ говорит что в первые два года лодка теряет в цене приблизительно по три с половиной процента в год дальше эта цифра растет до пяти процентов в год и после выхода за семилетний рубеж выравнивается на 3 процентов год если же считать затраты на доработки под себя в первый сезон они максимальны а дальше два три года сводятся практически к нулю именно поэтому годовалая лодка стоит всегда как новая не знаю почему но интернет прямо кипит отзывами о том что доработка новой баварии это обязательное явление вот графики анализируйте и выбирайте на здоровье а для тех кому интересен мой сравнительный анализ различных производителей милости прошу на патреон подписка платная но игра стоит свеч такой анализ дает понимание того сколько вы потратите при покупке а также как быстро и с какой просадкой по цене вы сможете продать свою яхту ну и какой бренд будет выгоднее если сдавать лодку в чартер например баварию под чартер брать выгоднее чем бенету и лучше покупать новую алгоритм приблизительно следующий делаем предзаказ с выпуском на весну закрываем на ней два три сезона по 20 26 недель без ремонтов без вложений и продаем в конце второго сезона как одно двух годовалую то есть на год меньше чем реально отработали спрос правда на такие лодки невысок могут стоять на продаже по несколько месяцев хотя в целом это нормальная практика выставлять лодку на продажу с закрытием сделки в конце сезона если смотреть по общему спросу то конверсия с просмотров добавление в избранное самая большая у 15-летних тридцать девятых баварий а именно два процента и это очень много для новых лодок эта цифра не превышает 0,3 процента ну а для тех кто ищет недорогую лодку например 15 лет от роду то бавария будет одним из самых дешевых вариантов чуть дороже идут эланы дельфия бенету жено дюфуры и хансы и спрос на них ниже а просадка по цене по сравнению с баварией выше что очень даже резонно для людей умеющих считать свои деньги мое общее впечатление об авариях как о лодках не самое лучшее все-таки сложно представить себя на современной модели в океане а точнее не сложно а страшно но не всем же в океан для школы яхтинга или покатушек оля чартер очень даже хорошо и даже если вам как и мне бавария не по душе не стоит вычеркивать ее из списка претендентов вам обязательно повезет и вы найдете идеальную лодку для себя подписывайтесь на канал настройки уведомления и вы однозначно не пропустите похожие обзоры других брендов